приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про подарочный танк ко дню рождения мира танков но в начале три победителя по 500 золота из прошлого видоса под этим видео тоже можете писать комментарии в конце оставлять свой никнейм комментарии пишите побольше не вот эти ваши два слова этот розыгрыш для тех кто играет на рубай регионе теперь переходим к подарочному танчику это первый премиумный легкий танк 5 уровня здесь есть как и приятные бонусы так и неприятные поскольку это первый легкий танк 5 уровня то вроде как хочется ценить этот танк но поскольку он 5 уровня он ни в чем не участвует по сути боевой пропуск мимо него поскольку боевой пропуск начинается с 6 уровня трейд-ин тоже начинается с 6 уровня это там попробую еще подобрать танки. Полевая модернизация тоже начинается с шестого уровня. Поставить две сборочки и катать по кайфу и городскую, и открытую карту не получится. Одну, которую воткнули, то и катайте. По сути, этот танк есть, но он ни в чем не участвует. То есть, когда какие-то акции проходят, а они у нас проходят беспрерывно впритык друг к другу, без перерывов, то вы просто катаетесь на этом танке для себя по кайфу. И то время, которое вы могли бы потратить на прохождение боевого пропуска или чего-нибудь еще, вы тратите на свое удовольствие, если этот танк его будет вам приносить. Давайте разбираться, что это вообще. Это французская, легкая, премиумная машина, без барабана, с хорошей маскировкой. На сайте написано в новости, что здесь один из главных плюсов танка это обзор, но он точно такой же, как и у всех остальных ЛТ-5 уровня, 360 метров. У всех остальных тоже 360, за исключением двух танков, у которых 350. А если у нас обзор такой же, как у всех, то это просто обычный обзор, такой же, как у всех. Получается, у нас все ЛТ-5 уровня обладают невероятным преимуществом, у них у всех невероятный обзор. Но вот я открываю советский средний танк 5 уровня, и там обзор 350, такой же, как у двух ЛТ-5 уровня, и на 10 метров меньше, чем невероятный обзор 360. Американский средний танк 5 уровня, и там 370 обзор. Получается, тут лучший обзор даже, чем невероятный обзор у ЛТ-шки. Просто возмутительный обзор, да? Мы приходим к выводу, что это просто обычный обзор, такой же, как у всех на уровне. А у некоторых даже больше бывает. И даже у американского тяжелого танка обзор 350. И только советскому тяжелому танку не повезло. 310. Врагов он видит, только когда в них врезается. Если тараном в кого-то въехал, значит кто-то перед тобой есть. Все правильно. Также у нашего танчика, хоть и максимальная скорость хорошая, и это второй его главный плюс после обзора. 65 км вперед, 20 назад. Но вот скорость поворота 38 градусов. Это худший показатель на уровне среди всех ЛТ, только у елки такой же. У всех остальных больше, а у некоторых намного больше, и они вертятся как вертолет. А это такой вот трамвай. Едет быстро, но прямо. Также у нас еще есть броня. 40 мм в башне, 50 в корпусе. Наверное, супер-супер маленькие пушечки там, которые не будут стрелять голдой, мы, может быть, иногда там гонем. Но толщина, конечно, смешная. С нашей броней может посоперничать только Леопард. У него и лоб башни, и лоб корпуса 50 мм. У нас лоб башни на 10 мм тоньше. Также еще у Ковенантера 39-40, но там приведенные углы такой себе. Особенно башня, которая просто обрубок прямой. Легендарная маскировка, которую нам тут подают, как тоже невероятную. Она примерно посередине. У многих танков на 1-2% маскировка хуже. Пару танков, у которых маскировка примерно такая же, как у нас. И мы очень сильно отстаем по маскировке от елки, у которой процент маскировки на голом танке 20 с хвостиком. У нас 17,6. Поэтому это тоже, ну, обычный нормальный параметр. Поэтому, что тут нам подается, как супер невероятное в этом танке, я не знаю, поскольку все параметры, как у всех, это нормальная сбалансированная ЛТшка, такая же, как и остальные пятого уровня. Из чего делаем вывод, что это нормальная ЛТшка, еще и премиумная, единственный прем ЛТ пятого уровня. Только из-за этого стоит ее ценить. Тем более она на халяву, подарочная. Чтобы ее получить с 12 августа по 1 сентября, нужно выполнить два задания. Первое задание уничтожить 12 машин, второе одержать одну победу. И вы получите этот танк, который вроде как сбалансированный, нормальный, премиумный, но ни в чем не участвует, мимо всех акций. И даже сдать его некуда. Варианта два. Может быть, ну максимум три. Оно просто у вас стоит в ангаре. Вы иногда на нем играете, получаете удовольствие, но за это вам ничего никак не дают. Кроме того, что вы, может, что-то пофармите на этом танке. Но сомневаюсь, что на пятом уровне можно много нафармить. Либо вы просто его продаете, как и все остальные подарочные танки. То есть всего лишь три варианта. На мой взгляд, самый рабочий вариант у большинства будет это скатать пару боев и больше не вспоминать, что он есть. Я думаю, большинство про него очень быстро забудут, поскольку некогда катать на танке, который ни в чем не участвует. Но может быть, какая-то часть игроков кайфанут от него и будут по кайфу для себя в удовольствии играть на пятом левеле. Сколько таких будет, не знаю, посмотрим. Ну и еще в конце нам на сайте рекомендуют оборудование поставить. Вентиль просветленка, малошумка, либо вентиль досылатель просветленка. По сути, там больше особо ничего не поставишь. На пятом уровне выбор маленький. Полевой модернизации нет. Вторую сборку не поставишь. Поэтому все грустно и печально. Также еще советы по навыкам. Боевое братство, маскировка, два перка на стабилизацию, два перка на обзор, ремонт. Поскольку сейчас перки работают сразу, любые и все, и вообще они называются навыками, то качать с первого перка боевое братство, это уже не ошибка, как раньше. Но мне что-то кажется, что маскировка вначале поважнее была бы. Хотя боевое братство тоже дает все, по чуть-чуть. Поэтому либо то, либо это, в любом случае, надо вначале качать. А вот ремонт точно вначале не стоит. Его засунули в самый конец, поскольку, если вас где-то поставили на каток, и ремки у вас нету, хп там мало, скорее всего вы уже и в ангаре. Пока ремка заряжена, у вас есть право на одну ошибку, нажать ремку и уехать. Потом через время можете еще раз ошибиться, но хп уже может не хватить. Также еще традиционно добавили пазлик к новому танчику. Там аж три версии. Простая, вариант посложнее и для самых продвинутых. Первые два варианта я собрал. Простая версия, мне не понравилась вообще. Картинка ребит, цвета одинаковые, очень ужасный пазл. Я даже не знал, что можно сделать пазл, который собираешь мерзким. А вот второй вариант, там приятная картинка, приятные цвета, понятно, что откуда, собирать приятно. Последний вариант для самых продвинутых я не стал собирать, потому что я увидел, что опять картинка вся ребит, цвета добилоидные. Я даже не стал собирать и тратить на это время. Поэтому те полтора человека, для кого этот пазлик создавали, рекомендую вариант посложнее. Второй вариант, если хотите, соберите. Картинка приятная, понятная. Честно говоря, я удивлен, что оказывается можно сделать пазл, который бесит. Невероятно. Мне кажется, танки, это та игра, которая может абсолютно все. Пишите свое мнение в комментариях, как вам такой подарочный танчик, что вы с ним будете делать. Ну и в конце комментария, не забывайте никнейм, если вы играете на Рубай регионе. Также не забывайте подписываться, ставить лайки и участвовать в розыше золота. А если вы хотите стабильно золото получать, а не случайно в розыше, вы можете смотреть стримы на ВК Playlife и за просмотр этих стримов там дают баллы канала. За баллы канала можно выбрать в награду себе золото и некоторые другие награды. То, что вам понравится. Там уже нету какого-то элемента повезет, не повезет. Насмотрел свои баллы, выбрал золото, получил. Все. С вами был Варчик, играйте красиво, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok